На пенсии жизнь только начинается. Кто бы мог подумать, но с тех пор, как заработал клуб активное долголетие, для многих пожилых людей жизнь стала совсем другой. Яркой, интересной, разнообразной. Такой, как у Людмилы Орловой. После выхода на пенсию она почувствовала себя ненужной, чуть было не уехала в другую страну, но все изменилось в один миг. И вдруг летом я узнала об этой программе. Я вновь полюбила свою родину. Вот честное слово, я так и говорила всем своим знакомым. И я поняла, что здесь я могу реализовать свои творческие способности. Теперь Людмила умеет танцевать зумбу, рисовать, ходить по-скандинавски и обзавелась новыми знакомствами. В планах сесть на шпагат и научиться петь. Говорит, жить теперь совсем не скучно, а главное, проблемы со здоровьем больше не беспокоят. Я стала быстрее передвигаться, быстрее ходить. У меня подвижность повысилась. У меня настроение, ну просто необыкновенное. Дочь, дядь, она меня не нарадуется, потому что я могу свою энергию транслировать внуку. Мы с ним бегаем, прыгаем. В общем, каждый день новые активности. И все для того, чтобы жизнь пенсионеров стала долгой. А главное, насыщенные и разноцветные, как эти рисунки. Многие здесь взяли кисточки впервые, кто-то вспоминает школьные навыки. И все творят вдохновенно и добросовестно, чтобы их царь зверей получился самым лучшим. Руководитель очень опытный. Она рассказывает нам, как, с чего, с чего начинать. Так что, если это первое занятие получился какой-то лев, думаю, на второе, третье получится лучше. Опытные педагоги проводят такие занятия раз в неделю. Мазок за мазком. У каждой ученицы врисовывается своя живописная картина. Понаблюдать за работой начинающих художниц пришли первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова и глава округа Андрей Иванов. Они поинтересовались, чем еще хотелось бы заниматься членам клуба. У многих получаются реальные шедевры, так их назовем, потому что картины профессионального уровня. Здесь же, в парке, проходят бесплатные занятия йогой, бесплатные занятия по скандинавской ходьбе. Здесь наши члены клуба занимаются танцами, поют. И мы планируем эту линейку таких увлечений здесь также расширять. По словам главы муниципалитета, новые отремонтированные помещения в ближайшее время откроются в Звенигороде, Голицыно, Больших Веземах и других поселениях. Сейчас в проекте «Активное долголетие» участвуют 1200 пенсионеров. К концу года их станет еще больше. Площадку для досуга и развития представляет также клуб «Ветеран». Спектр увлечений на любой вкус. 15 факультетов. Все факультеты несут только здоровый образ жизни. Даже если начинать, допустим, у нас есть такой факультет театральный, называется «Неугомонные». Мы ставим детские сказки. Настолько позитивные, настолько интересные. И вот понимаете, почему я сама руководитель этого факультета. И развивается память, развивается вот их интерес к жизни. Еще занимаются рукоделием, вышивают иконы, проводят творческие вечера. По словам, жизнь в «Активном долголетии» потекла вспять, а возраст – всего лишь цифры. У меня 64 года уже, а я так живу, как будто у меня вся жизнь впереди, честное слово.